Добрый день дорогие друзья! Я рад вас вновь видеть на своем канале Виталий Ерофеев Чувство Знания Потому что сегодня я бы хотел продолжить тему счастья такая тривиальная тема казалось бы, но я в ней нашел очень много интересного и хочу этим продолжить делиться с вами так как находки, которые я вижу я думаю, они вам помогут показать именно возможность состояния повседневного счастья А как я написал к этому видео комментарий, что повседневное счастье, повседневное состояние человека, счастливого человека помогает именно для его роста и развития то есть все элементы необходимые человеку для его роста, развития творческих способностей физического здоровья и тому подобное К нему они сами притягиваются, к такому человеку. И это выражение вам покажется такое как бы голословное, но если вы немножко сделаете собственный экскурс в свою жизнь, в свою прошлую жизнь, в свое детство, вы сразу поймете, о чем идет речь. Речь идет именно о том, о вашем счастливом детстве, как мы говорим, или более позднем интересном времени, о нашем юношестве, о нашем взрослении, когда мы учились в каких-то студенческих годах, мы были студентами разных учебных заведений, и, соответственно, мы там находились в таком состоянии повседневного счастья, беззаботного, как мы говорили. И, конечно, мы думаем сейчас об этом так, а в тот момент мы не совсем осознавали, что мы находимся в состоянии повседневного счастья. Вот именно, когда вы посмотрите на себя, какими вы были в детские годы, и там какой символ детства у нас, какой символ детства, я сейчас хотел бы изобразить сразу, чтобы вы это поняли. А символ детства у нас очень простой. Было таких у нас в жизни два человечка, скажем вот так, да? Папа и мама, да? Если нарисовать вас в детстве, ребенка, ребенок, идущий с мамой и с папой, он держится вот так за руки. Он поднимает руки, о чем я говорил в предыдущем видео, о том, что вот в этом состоянии мы находимся в состоянии очень близкого к состоянию повседневного счастья. И вот этот ребеночек, которого мама, папа ведут по жизни за руки, находится в таком состоянии повседневного счастья. И мы это счастье наблюдаем у себя в жизни наших детей, наших внуков и тому подобное. Как вы сами понимаете, это очень интересные, позитивные моменты в нашей жизни, воспитание детей. И в то же время наше собственное счастливое детство мы не воспринимать должны вот так вот. Этот опыт счастливого детства, его необходимо до него опуститься вниз. О чем я говорил в предыдущем видео, о том, что ваша предыдущая прошлая жизнь является положительным состоянием. Все, что ваше было, если вы когда удачите, до вашего момента рождения, это все положительное, все замечательное. Это имеет энергетический потенциал для вашего повседневного счастья. Но дальше мы будем о чем говорить? О том, что второе, имеется повседневное счастье, которое вы еще, допустим, не знаете, или вы видите это состояние в будущем. Это повседневное счастье у пожилых людей, которые находятся примерно в таком же состоянии, да? Когда их ведут под руки, и они тоже имеют такое повседневное состояние счастья. Отсутствие таких... Отсутствие чего? Сейчас я вам покажу, что отсутствует в детстве у нас и в пожилом возрасте. То есть я там вам рассказывал когда-то тему и о творческом человеке, и о отношениях мужчин и женщин, об их сексуальности и так далее. Я показывал, что вот на этой линии, когда мы будем опять же к этому приходим, когда мы идем к повседневному состоянию счастья, мы сближаем сюда, приводим сюда наше прошлое и наше будущее, то вот эта же схема, эта же картинка, да? К чему относится? К состоянию пола. То есть мы, я находимся, вот если вот так движемся, в состоянии пола. И это возникает такое, конечно, противоречие. То, что мы попадаем в состояние пола, а ребенок через несколько лет, ну, к 25 годам, заканчивается его рост, заканчивается это вождение его за ручки, да? И, соответственно, он начинает резоваться самостоятельно, когда у него ручки уже опустились вниз, и он начинает ими сам швелить человек. И он попадает в состояние пола. Вот, мы его доводим до состояния пола, и с этого состояния он начинает взаимоотталкивание происходит, да? И это противоречие полового состояния нас выталкивает обратно. Вот сюда оно выталкивает, и мы такие вынуждены эту проблему решать одновременно с двух состояний. Состояние нам, мы стремимся соединить прошлое и будущее, да? И одновременно оно нас потом выталкивает, это состояние пола. Интересный момент, в чем еще? В чем еще ключик есть? О том, что я вам там рисовал, я вам рисовал еще такие стрелочки. Такой был метафор со стрелочками 20 часами. Но у нас, с одной стороны, метафора, с другой стороны, она фактически является как есть, да? Вот так, здесь давайте нарисуем. Скажем, вот так вот. Еще раз рисуем. Линии такие, да? Так вот. Там интересный момент какой? Что в детстве, когда мы говорим счастливые моменты в детстве были у вас, у меня, и в общем-то детство было счастливое, беззаботное. На речку бегали, игрались там, дети современные, компьютеры играли, сколько хотят, и так далее. Ну, в общем, детство счастливое. Вы растете, к вам все элементы добавляются, 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 без вашего участия. Вы кушаете, вы радуетесь жизни, вы находитесь в детстве, в повседневном состоянии счастья. И вы этого не замечаете, я этого не замечал, когда был маленький, да? А счастье, конечно, вижу, что там-то я был счастливый. А сейчас состояние пола, оно меня выталкивается от повседневного состояния. Счастье моего перманентного, да? И здесь мы такой интересный момент посмотрим. В детстве, в детстве что было? Какие были там стрелочки временные? А временные стрелочки были очень там простые. В детстве у ребенка прошлое фактически нет. То есть ребенок живот, он растет. Поэтому там часовая стрелочка была, скажем так, очень маленькая. То есть он прошлое, у ребенка там нет никакого. Он даже себя не может вспомнить, каким он был в 3 года, в 4 года. Для него этого вообще никакой разницы не имеет. Эта точка, короче, стремится к нулю фактически. По отношению вот к этой стрелке, которая для ребенка в детстве, то есть пишем из детства, ну детство, вот это состояние детства, да? Эта стрелка у него очень большая. Каждый ребенок, думаю, мечтает стать большим, взрослым. И то, что он желает детства, чтобы у него появилось, да? И у него очень много, очень много желаний там, очень много ожиданий от взрослого состояния. Потому что он не знает, куда его в рост, туда взрослого состояния. Он отсюда его вытолкнут. Он окажется в состоянии пола. Его вытолкнет в этот момент. Так вот, в детстве такие стрелочки, да? И дальше мы становимся взрослее, становимся юношами, там, девушками, мужчинами, женщинами, допустим, 25 лет, 30 лет. Мы оказываемся по отношению в таких же стрелочках, как вы сами сейчас можете легко сообразить. Эта стрелочка становится длиннее. А эта стрелочка, ну, как бы, сказать, она... Она уже как бы укорачивается, безусловно, по отношению к этой стрелочке, да? Ну, как бы ее можно нарисовать так, да? Укорачивается, да? Дальше не рисовать. Ну, то есть, вот эта стрелка по отношению к этой стрелочке, конечно, меньше. То есть, эта стрелка, вот эта стрелка больше, чем эта стрелка. А эта стрелка, наоборот. Это больше этой стрелки, да? То есть, интересно, закон тут, закон интересный. Это соотношение всегда сохраняется. Соотношение, это величина к этой, или к этой к этой здесь. То есть, это состояние, это величина постоянная. Постоянная величина, которую мы воспринимаем по-разному. И это состояние мы немножко можем нарушать. Именно потому, что мы перестаем воспринимать все этапы своей прошлой жизни, как счастливые моменты. Как состояние позитивное. Поэтому мы нарушаем эту гармонию между этими стрелочками. Соотношение прошлого и будущего к настоящему. И мы начинаем ее делить. То есть, мы хотим, чтобы наша жизнь находилась в таком состоянии. По отношению к прошлому. И мы искусственно эту стрелочку делаем коротенькую. Вот такую делаем. То есть, мы не хотим заглядывать в наше прошлое. Когда вам 30 лет, или 35, или 45, или 55, или 65, и так далее. Вы сюда не заглядывайте. И, соответственно, с вашим возрастом, если у вас эта стрелочка укорачивается, вы ее никак не можете удлинить. Потому что вы считаете себя смертным. Скоро закончится ваша жизнь. Вы видите эту статистику какую-то и тому подобное. И вопрос. Вопрос. Этот узелок здесь начинает потуже затягиваться. И уже вам времени не хватает его развязать даже. То есть, вы испытываете еще более глубокое состояние беспокойства. Эмоциональное напряжение и так далее. Но это психология. Такая очень достаточно простая психология, которой занимаются все люди. Мотивируют вас. Говорят вам, вы действуете вот так. Делаете вот это. И у вас эти проблемы исчезнут. Но они не смотрят в глубину. А глубина находится именно в этом уровне. Уровне понимания этих вопросов. Это вопрос серьезный. Конечно, серьезный. Я достаточно суточно с вами разговариваю. Потому что мне самому все это интересно. Вам подать и самому для себя это все глубоко осознать. То есть, для меня это все так же такое открытие. Потому что я, как я вам, как здесь сверху пишу, таким состоянием чувство знания нахожусь. Поэтому я это все и рассказываю. Так вот. У нас дальше. Мы как можем из-за этих проблем извлечь какие-то уроки. Как нам не надо попадать в эти проблемы. Нам не нарушать это соотношение прошлого и будущего. Как бы не хотелось. Потому что это что просто такое интересное. Или здесь что такое интересное. Это очень интересная вещь. Сейчас я вам ее нарисую. Пространство, которое я рисовал. Скажем, круглое пространство какое-то. Вот тогда... Вот в этом... Вот. Вот к этому пространству необходимо это пространство сохранить в себе. Ощущение свободы, ощущение независимости. И в это пространство люди стараются много чего запустить. Но, конечно, дальше мы будем разговаривать о том, как сюда ничего не пускать. Как сюда ничего не пускать. Как соблюдать определенные правила и законы счастья, повседневного счастья. Чтобы вот это состояние счастья не нарушить. То есть не пустить сюда стрелочки. Чтобы область у вас росла. Постоянного, перманентного состояния счастья. Соответственно, элементы, элементы с мира к вам поступают сами. Они к вам прилепляются. И вы начинаете расти, развиваться в семье, дети, мужчины, женщины, жизни, в обществе и так далее. Чтобы вот здесь не происходило такого столкновения. То есть состояние пола не превалировало, не разрушало, не расталкивало вас окончательно. Вы не попадали в такие состояния. Так, вот этот момент важный. Важно, что соблюсти равенство. То есть все элементы счастья, все элементы равенства должно быть между ними. Между элементами счастья должно быть равенство. Знак равенства здесь должен быть. То есть это знак равенства не вот этого равенства, не между стрелками равенства, не между мужчиной и женщиной равенства. А состояние равенства, сохранение пропорций. Возможно, у разных людей эта пропорция может быть разная. Мы не знаем, сколько мы проживем на этом мире, сколько мы существуем, какой у нас опыт и тому подобное. Поэтому вот это состояние может быть разным. Но принцип равенства, равенства прошлого и будущего, поотносительно настоящего, одинаково. Соблюсти равенство, не забывать о том, что у вас прошлое детство, не впадать в детство, как говорится, есть такая тема. Многие люди, я это достаточно уверенно могу утверждать, многие люди находятся в состоянии, которое они не хотят пройти. То есть находятся либо в детстве, либо в юношестве остановились, где они были счастливы, где они были уверены в себе, где они побеждали. И они были, как говорится, побеждали на конкурсах красоты, силы, сообразительности и всему подобному. И вот в этих состояниях они могут оставаться очень долго. Уже взрослыми, будучи людьми. Взрослыми, зрелыми, перешедшими полувековой рубеж даже и тому подобное. И эта стрелочка всегда у них маленькая. Маленькая. Как на каком-то участке застряла. А эта стрелочка тоже начинает уменьшаться. Либо она сначала большая была по отношению к этому, потом уменьшаться и так далее. То есть это реальная такая проблемка, скажем так. То есть когда человек не может пройти до собственного рождения. До собственного рождения надо пройти все эти моменты, принять. О чем я говорю в предыдущем видео. Это сейчас говорю еще раз. И позиционировать себя в таком счастье, в таком счастливом перманентном состоянии. То есть почему человек тормознулся по подростковому возрасте, не может пройти или в юношеском, или в каком-то возрасте, когда ему было классно, кайфовало, он было нормально, все у него получалось. Вот почему. Он остается с поднятыми ручками, когда ведут папу и маму. А жизнь от него требует другого, от него другого требует, чтобы быть ручками и ножками шевелить. А потом расскажу, как шевелить. И дальше у нас эта проблема существует. И мы его преодолеваем каждый по-своему. Даже такая тема есть спасения. То есть рядом с вами человек находится, он является вашим спасителем. Вот так, потому что у вас ручки вот так протянуты, помогите мне, спасите меня. Вот я нахожусь, и разные люди вам помогают, вас спасают. И вы стараетесь жить правильно. Ну, сегодня я еще немножко продвинулся в этой теме, в этих картинках и рисунках, да. Вот поэтому я думаю, сейчас это закончить. И дальше продолжить в следующем видео рассказывать о состоянии перманентного, постоянного нахождения состояния счастья, благодаря которому все элементы жизни, необходимые вам для развития и роста, и какой деятельности, будут к вам притягиваться автоматически, скажем так. И сегодня я сказал о том, что важно вспомнить себя в детстве счастливым, подумать о том, что в пожилом возрасте вы тоже будете счастливы, вот в таком состоянии, с поднятыми ручками, да. Но это состояние, которое у вас в памяти находится, как бы в вашем состоянии, имеется это состояние, понимаете, оно находится в вашей, записано оно у вас. Вам надо его вернуть вот сюда, вернуть. А чтобы его вернуть, надо все это принять. Не обрезать вот здесь нигде ничего. И вот здесь стрелочки прошлого, будущего времени, да, когда они сходятся сюда, они сходятся в равном состоянии. Равный потенциал, плюс и минус будет тогда равен. Тогда не будет никаких перекосов в этой области, не будет никаких дырок, не будет проблем. Не попадет туда больше ничего лишнего. Вот, поэтому я призываю вас к чему? К тому, чтобы вспомнить свое детство, представить свой пожилой, пожилой возраст. Более того, чтобы свой пожилой возраст представить и реально его материализовать. В сегодняшнем моменте мы начинаем заботиться о своих близких пожилых людях, родителях. И, кроме этого, мы начинаем заботиться о самих себе, так о будущих пожилых людях. Как мы можем заботиться о себе, о будущих пожилых людях? И очень просто. Мы можем каждый месяц откладывать какую-то сумму, ну, допустим, в современном мире, ну, допустим, 10 долларов, да, 10 долларов, да, напишем такую сумму. Мы можем откладывать эту сумму на какой-то банковский счет, валютный, да, как говорится. И через лет 30-40, 20 лет, оказаться в своем счастливом пожилом возрасте. Когда такие ручки будут протянуты, и эти отношения и связи, которые вы отложили на своем банковском счете, сделают ваш пожилой возраст счастливым моментом вашей жизни. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам быть счастливыми в каждый ваш момент, вспомнить ваше детство и, соответственно, представить свой пожилой возраст. Чтобы сойтись в настоящем моменте здесь. В настоящем моменте оказаться счастливым, позитивным, интересным человеком. Будьте здоровы! С вами был Виталий Ерофеев. Смотрите мои видео, подписывайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok